Компания Мика Гардиан представляет Сегодня мы расскажем, как правильно подготовить землю для выращивания клубники на высоких грядках по финской технологии с использованием капельного орошения под пленкой и для чего мы насыпаем на землю зерновую триходерму перед изготовлением грядок После глубокой обработки почвы У нас в данном случае была вспашка Необходимо разрыхлить и выровнять поверхность Почву не выровняли, а вот почву выровняли Выравнивание производим вручную граблями Когда почва вот так подготовлена, начинаем планировать наши высокие грядки по финской технологии Отбиваем центральный проход, с помощью колышков и шпагата планируем гряды Ширина каждой гряды 60 см, расстояние между грядками 40 см Перед накидыванием почвы на грядки вносим зерновую триходерму Здесь будет плантация клубники на ягоду, поэтому нам необходимо оздоровить почву на все три года, пока будет плодоносить наша клубника Ранее осенью, пока еще тепло и почва влажная, мицелий триходерма разрастается И начинает образовывать споры, которые уничтожают споры гнилостных грибков, находящиеся в грунте Этот процесс начинается осенью Зимой споры триходерма находятся в неактивном, но жизнеспособном состоянии Как только приходит первое весеннее тепло, перезимовавшие споры формируют мицелий, который дает новое поколение спор Так триходерма работает весь сезон, до глубокой осени Грибки, вызывающие гнилостные поражения клубники, являются пищей для триходермы Разрастаясь в разные стороны, мицелий образует большое количество спор по всему объему грядки Эти споры находят споры патогенов и просто съедают их Во время роста мицелий триходерма выделяет биологически активные вещества, которые способствуют улучшению структуры грунта За счет воздействия этих веществ почвенные микроэлементы становятся более доступными для растений Сама почва становится рассыпчатой, а значит, хорошо арируется Поэтому корневая система клубники разрастается равномерно, вода не застаивается при поливе грядок Есть еще одно положительное свойство триходермы Если вода в вашем регионе жесткая, во время полива нерастворимые соли накапливаются в почве Способствуя ее засолению, биологически активные вещества, выделяемые триходермой, частично растворяют эти соли Уменьшая засоленность почвы На этом видео вы видите процесс формирования грядки А также рассыпанное нами зерно с триходермой Мы выставляем опалубку высотой 15 сантиметров И насыпаем землю из прохода, таким образом углубляя его Здесь видно практически все этапы закладки грядок Вот такой нелегкий и трудоемкий процесс А это другая сторона от центрального прохода После формирования грядки почвы уплотняем деревянной плашкой Прокладываем ленты капельного орошения И накрываем пленкой с пробитыми отверстиями для высадки клубники Пленку хорошо прижимаем к грунту и прикапываем Как видите, после всех этих этапов проход поднялся И грядка выше прохода на 15 сантиметров Одна сторона полностью готова под высадку рассада клубники Вот такая у нас рассада крепкие кусты с мощной корневой системой Кстати, при выращивании рассады мы также использовали зерновую триходерму Мы перемешивали зерно с торфосмесью при посадке саженцев А во время роста поливали рассаду раствором, приготовленным из маточного раствора триходермы А вот процесс посадки рассады клубники Здесь хорошо видно, как подключена система орошения Как видите, саженцы отлично перенесли посадку И даже на следующий день после посадки выглядит достаточно бодро Постараемся снять весной процесс пробуждения и цветения растений Завязывание ягод и сбора урожая Многие задают вопрос, не вымерзает ли клубника зимой? Мы укрываем на зиму агроволокном Зимуют кусты хорошо, практически без выпадений Купить продукцию лаборатории Мика Гардиан можно по контактам на экране Продолжение следует...